Добрый день! Сегодня анбоксинг. Очень простая головоломка. Перед вами сейчас Дина Куб от компании Шинк Шоу. Как бы головоломка проще некуда. Собирается очень легко и просто, интуитивно, не требует каких-либо особых навыков и знаний. Любой человек, немного покрутив, может собрать. Я увидел в магазине головоломка под названием Цилиндр Дина Куб. То есть Дина Куб, выполненный в форме цилиндра. Мне очень захотелось ее приобрести. Я ее заказал, платил и стал ждать. Но вместо такого, но в виде цилиндра, мне приехал обычный Дина Куб. И не этот. Это одинаковка компании Шинк Шоу. А вот этот. Компании МФ-8, который уже был давно на рынке. Стоил дороже, чем Шинк Шоу. Давайте же посмотрим, как он отличается по качеству. Коробочка стандартная. Она тут с Кьюб, чего-то там. Сквайр. Непонятные слова. Универсальная коробочка на несколько видов головоломок. Откроем. Нехитро запаковано. И вот он, Дина Куб от компании МФ-8. Сравни. Ну, размер примерно такой же. Сразу видим, что у компании Шинк Шоу цвета флюоресцентные. Яркие, красивые и приятные. Ну, компания МФ-8. Ну, обычные, темные. Аракал они, кажется, называются. То есть, как это было давно. Я не знаю, какого года производства эта колболомка. Но, видимо, приличного. Мы видим здесь МФ-8. Печать такую на пластике. Комбания МФ-8 любит так делать. МФ-8 или МФ-8. Тому, как больше нравится. Я называть буду МФ-8. Ну, сравним. Раз уж приехала. Крутится. Неплохо крутится. Лучше ли, чем Шинк Шоу? Нет. Шинк Шоу крутится быстрее и приятнее. Хотя он там слегка неконтролируемый. Возможно, здесь побольше контроля. Или смазать надо. Давайте просто перемешаем. Как раз собирался записывать обучающее видео по этой колболомке. Конечно, мало кому нужно, но для порядка быть должно. Поскольку на основе действий, которые нужно делать здесь, собираются и другие, более сложные главоломки. Вот мы его перемешали. Давайте соберем. Цветовая схема вроде была стандартная. Я сейчас не обратил внимания. Должна быть стандартная. Попробуем именно так и собрать. Так, первый слой. Ребра второго слоя. Ну и остается уэлл совмечанный с пи-лэлл. Решается он, естественно, крив-пафом. Вот он, Динаклуб, собран. Ничего сложного, ничего хитрого. Стоит ли покупать от компании МФ-8 Динаклуб? Наверное, нет. Он дороже, чем от Шэнкшоу. Наклейки не хлюк. Крутится помедленнее. Плохой ли он? Да нет. Просто от Шэнкшоу получше. Ну и стоит дешевле. Ну, мне он достается бесплатно. Воделец магазина мне просто со следующим заказом вышли ту головолом, которую я просил. А этот дарит. Почему бы и нет. Как бы и уксус сладкий. Всем спасибо. Всем пока. Вот такой вот короткий анбоксинг.